ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холлушки Амигос, снова вы, снова ваша любимая рубрика Игр по вашим заявкам. Я, кстати, тоже в неё втягиваюсь, это прикольно. Я каждый раз перед сном теперь просто играю в какую-нибудь новую игрушку, её запиливаю. И сегодня это будет таймшифт. Игра, после установки, когда я попытался запустить, а это удалось не сразу, потому что ярлык на рабочем столе не появился, мне пришлось лазить по папкам, искать экзешник. Я попытался запустить, мне написали, что драйвера мы устарели безнадёжно. Я, собственно, начал диалог с игрой, я стал умолять её запуститься хотя бы на низеньких настройках, в чёрно-белой гамме, там, при 25 фпсах. Вот. И игра кое-как согласилась, мол, ладно, твой компьютер тебе решать, пусть он взорвётся просто от перенапряжения, когда игра запустится. Вот. А уже в игре, собственно, я себе поставил и разрешение, и качество графики. И, короче, начинаем. Так, продолжить игру. Интересно, что я буду продолжать, если я её вообще даже в глаза не видел, она вот только-только установлена. Видимо, комплект сейвов прилагается. Новичок, боец, ветеран. Это как бы днища, средненький и ветеран. Так и люди делятся. Ладно, выберу центровую. Так, бета-экипировка разработана для военных нужд и включает в себя систему искусственного интеллекта. Нихера себе. Пока что я вижу только, что камеру GoPro она включает, но даже не HD снимает, а какой-то, какой-то как на мобильник, знаете, как мобильник конца нулевых годов. С камерой 3-2 могучих пикселя. Так, кто-то уронил пульт от тел... А, это или это... Вибратор какой-то. Что вообще за анархию здесь показывают? Я не читал про эту игру, вернее, читал, но я скачал её уже давно. Она какое-то время просто лежит у меня на компьютере. Очень интересно. Это что-то типа сингулярности, видимо, да? Заставка хорошая, Овек бы смотрел. Серьёзно. Вот как вот эта камера бежит, я хотел бы посмотреть. Так, Resident Evil какой-нибудь, не знаю. Хорошие натяжные потолки стоят в этой психушке или что-то в лаборатории. А это, видимо, доспех из Крайзиса. Или айро... Или... Костюм готичный Iron Man. Движуха типа натянуть. Всё исправно. Вот как раз и баба какая-то валяется. А тут так и должно быть, что голосов не слышно и субтитров нету. Или что, я не разговариваю. О, кто это её так зажарил? Её надо было отжарить, а не зажарить. Здесь важно не путать. А это мы видим ускоренный полёт Спайдермена или что-то типа того. О, господи, это самая анархичная заставка за последнее время. Вроде бы дохрена чё показали, а в то же время не показали ничего. Переносы в то, не успешно, запрошены координаты. А это, видимо, стоит какой-то местный фюрер из партии Дуни Кулаковой. Ну, он кулак какой-то. А это вертолётик из... Как же эта игры стратегии называется? Где эти? А, Старкрафт. Это вертолётик из Старика, по-моему, да? Вон там такие были. А, ну или... Так, а это тренога боевая с четырьмя ногами прошла. Хе-хе. Чего это происходит? Давай, вставай. Мы боялись тебя трогать, пока твой костюм шумел. Пошли, пора выбираться отсюда. Нифига себе, китайцы разговаривают по-русски. В альтернативной реальности это мы, Китай, завоевали, да? Не умеют озвучивать, надо... Вставай, время бизять. Вставай. А мы живём в очень... Не живём, а находимся в очень богатой стране. Видите, здесь из трубы на пол капает нефть. Вот она чёрная становится. И можно её вот собирать в бак. Потом, видимо, катить его на продажу. Я ничего не услышал, что он там вякнул. Ты смотри, глазёнки-то выколят. Надеюсь, нас не ждут. Здесь есть компас. Мне надо к этому чуваку. О, братан тоже в маске любит, видите? Всё делать. Здесь, видимо, кого-то замуровали. И я чуть не нахер, чуть не застрял здесь, смотрите. Это, видимо, игра с ловушками. Вот первая из них. Даже на бис попробую. Так. Крон Индастриес. Маршинг Товардс. Марш будущего с красными флагами. Видимо, да... А, ну да. В играх иногда меняют местами фашизм и коммунизм. А разница об этом... Разница не меняется. То есть абсолютно диктаторский режим и всё. Запад разницы не видит. Запад вообще нигде ничего не видит. Они привыкли, что у них всё называется тупым словом демократия. Но что ни говори, про ватт они качают там грамотно. А это на какой мне? Вы, может, мне уже пушку какую-нибудь дадите? На нас уже роботы напали. Вау. Какой классный робот. О, Боже, что происходит. Сейчас кто-нибудь сдохнет, и я заберу его в автомат. Это моя единственная надежда. А. То есть он сейчас не мог мне нанести дамага, потому что шла как бы заставка, в течение которой я не имел права сдохнуть. Надо было дождаться, когда от меня откроют проход. Вот это случилось. Но я не побежал за ней, я побежал в другую сторону. И, видимо, сделал правильно, потому что сюда можно бежать. И нужно, видимо. Пока плохо понятно, что происходит. Но все-таки более понятно, чем хард-ресет. Наверное, это потому, что эта игра не так оскульная. Какой тут год? 2007-й, наверное. Или 2010-й? Движок такой. Ни то, ни все. Ни новый, ни старый. Меня вообще-то никто не замечает. Видимо, я каким-то привидением играю здесь. А, вот он, мега-конвой пленных, где пленных меньше, чем солдат, которые его охраняют. Довольно скорбное и странное шествие. А, в этой игре вроде и по-умному сделано, а вроде и неправильному. Вот если от него далеко стоять, он разговаривает тихо. Но, с другой стороны, он не всегда тихо разговаривает. Даже если ему ухо, блядь, подставить. Да спасибо, наконец-то. Дай маску тоже должен. Так, на правую кнопку целимся. Все хорошо, можно прыгать. Да ладно тебе, не мучайся. О, а вот еще. Еще Стволочевский чей-то закрысил. А, ой, стекла как классно бьются здесь, смотрите. Не часто, не часто такое увидишь. Ну, вот то, что за... Это что, был рикошет сейчас? Ну, вот то, что пулей нельзя разбить замок. Это, конечно, странно. Плюс, когда он прикладом бьет, он очень сильно дергает экран. Опять, крон индустриц. Объединяйся для лучшего завтра или что? И вот она, первая стрельба в этой игре. Мы обменялись примерно сотней патронов. И у нас ничья. Я ранен, они не знаю, но никто не умер. Рекомендуем вам, как можно, Гарри, прекратить бессмысленное сопротивление. А, в игре есть регенерация. Мы радуемся. Предлагаю вам, как можно, не хранить щитрец. Сейчас очевидно, что вы... Предлагают прекратить сопротивление и сдаться примерно тем же текстом, которым предлагали сдаться нашим солдатам советским в котлах окруженном. Прекратите сопротивление и т.д. Ну, несмотря на то, что шрифт, которым здесь всё написано, похож на Вульфенштейн, но мне кажется, что намёк здесь и 100% на какой-то коммунизм. В результате мы были вынуждены козлить всех военно-плетно. Какой протектор классно отпечатался. Чтобы сменить оружие. Это на пистолет с лезвием из какой-то игры, да? Или просто... Нет, это просто пистолет. В принципе, графика такая неплохая, но она, видно, что примитивненькая. Но всё нарисовано довольно приятно. Пистолет похож на пистолет, автомат похож на... Нога на ногу похожа, но больше вот это мне не надо, в принципе. Рывка никакого нету, к сожалению. И видно, что это нихрена не позиционный шутер, а здесь есть регенерация, можно не жалеть жизни и рашить. Это вот прям, блядь. Это вот прям шутан-шутан. Как я должен сюда дуть, если тут закрыто? Ты мне что, через... Сдохни, тупо рылый. Мне что, через сетку просочится, что ли? Чё он мне машет? Да, я жил дурак и помер дураком. Так, здесь какого-то фашика придавило, походу. Даже непонятно, у него... Он, видимо, упал с высоты, и какая-то часть его позвоночника сложилась просто... В гармошку, поэтому у него ноги длинные, тело короткое. Ладно. А, и здесь закрыто, значит, мне не сюда. Когда... Вот мне не нравится то, что вот в старых играх, вот в некоторых, сделано то, что... Ну, реалистично то, что герой, типа, наступает на что-то. И когда он каждый раз наступает на какое-нибудь говно, персонаж начинает дергаться. И вот здесь на полу битые осколки. И герой по ним идёт просто и трясёт камерой. Какого-то, блин, не знаю. Божга трясёт, и у меня в самом... Сразу глаза начинают уставать от этой тряски. Я вижу, что в этом шкафу стоят раритетные вина. О! Вообще стёкла осыпают. Вот стёкла в этой игре вообще классно. Вот авторитетно заявляешь. А я люблю в каждой игре разбивать стёкла. Почему-то. Вот стёкла здесь сыпятся прям вот классно. Наверное, это одна из фишек игры. Так, фонарика нет, ни черта нет. О! Хэдшот сначала снял с него каску. Да, враги очень живучие здесь. Что свойственно некоторым древним играм. То есть, что они даже в голову не убиваются с одного патрона. Это лишает, знаете, лишает смысла прицеливаться. То есть, зачем стрелять в голову, если всё равно он умрёт не с одного, а с очереди, и с патронов. Начинай сразу спамить, просто поливай. И это, знаете ли, не круто. Это полная лажа для шутера. Когда для шутера, где много врагов, не делают возможности убивать их быстро. Вот, это вообще не круто. Не знаю, записалось ли видео, но я отолкал речь о том, что... Когда в шутере нельзя врагов минусовать быстро, это отстойно. То есть, такой град патронов, и видно, что... Видно, что индикатора патронов этих самых нигде здесь... Вот здесь есть 16, а на автомате нету. Но при этом получен карабин КМ-220-03. Это пишут, но пишут, что не патроны, прямо целая винтовка. Но сколько у тебя патронов всего, вот вообще нихера не понятно. У всех оружие средняя кнопка мыши. И этот гранатомёт подствольный ещё хуже, чем у Ларри Крофт. Он взрывается только если прямой наводкой в них влупишь. А если не прямой, то граната куда-то рикошетит и улетает. А какой альтернативный у пистолета? А вот пистолета очередь, да это же просто пистолет с удидроидом. А вот этот полукруг, это обойма, которая подходит к стволу. О, этот пистолет-то круче. Смотрите, она в рукоятку, где тоже патроны, подходит больше, чем под... Ну, практически под прямым углом. Это как там патроны-то пролазят, мне интересно, в такой схеме. Да, здесь всё-таки можно рашнуть. Я так понимаю вообще, что пистолет это убер-пушка по сравнению с дебильным автоматом. А, они окружили и просто не дают мне продвигаться. Не окружили, а встали, сука, один сверху, один снизу, и обоих не видно. А шутер всё-таки позиционный, смотри, немножко самой массы. Здесь очень часто непонятно, откуда вообще они стреляют. Звук, как я понимаю, не трёхмерный, он просто сбоку, сука, звучит. Ой. Я даже не знаю, есть ли смысл здесь укрываться, они вроде как точно стреляют. Да, пиздец. Нельзя ни прилечь, ни пригнуться нормально. И чекпоинт ещё не зареспаунил мои жизни. И спринта в игре нету, я уже это говорил. Повторяю ещё раз, спринта в игре нету, рашит невозможно. Сейчас, 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 головокружение пройдёт. О. У нас восстанавливается жизнь и быстро, но, сука, не сразу. Веть. Здравствуй, пассажир. Настрелялся, сука, падла. О, а тот сидя собирался вести огонь, да? Шустрый пот. Давай, давай, давай. Готов. Ну, давай, давай, давай. Пошёл, жоп, блядь, гранаты тоже отдельно заряжаются, сука. Не дает. Такое ощущение, что мои пули попадают в перила, блин, балконы, и не могут их пробить. Когда жизни становится мало, игра ещё и зрение нахер ухудшает. То есть, и жизни мало, и в тебя стреляют, ещё и не видно, блядь, откуда стреляют. То есть, фактически довели тебя до красных жизней, считаешь, что ты уже сдох с вероятностью 80%. Если не отступишь назад, конечно, вот назад отступать здесь абсолютно безопасно, это не модерн варфа, варфеер. А, тут они не спаунятся, они здесь стоят заранее по точкам. Нет, в тачку залезть нельзя, жаль. Ну, тут уже понятно, что все враги были сверху. Бочки, бочки там взрывающиеся опять около них. Так, здесь уже занято. Дам. Вот зачем делать такие места, собственно, чтобы я туда зря сходил и сказал, ах, какой молодец, разработчик обманул меня. Вот там снайпер, кажись. Снайпер с трясущимися руками, судя по тому, что его лазерный прицел просто превратился в цветовую музыку. А, я понял, это не снайперская винтовка, это лазерная указка. Они нам просто в глаза пытаются попасть и ослепить его. Кстати, вот по поводу того, что в миру бывают скандалы, по поводу того, что лазерной указкой свертят в глаза вратарям на футболе. Мне недавно, когда я шел мимо какого-то замечательного дома, в котором живут офигительные люди, посветили с какого-то этажа вот этой вот именно зеленой лазерной указкой в глаза. Я вам скажу, что она ослепляет просто почти моментально. И реально глаза режет. То есть она вот зеленая, вот эта вот хуйня, которая там продается за 2000 рублей в интернете, она очень мощная. Поэтому это резонно, резонно отменять голы, если там светили в глаза, там. Ну и что происходит? Да, но эта лазерная зеленая указка не сравнится с вот этой еблей, которая на экране. Это просто, знаете, какой-то гипноз. Такое ощущение, что мне сейчас позвонят и скажут, СЕМЬ ДНЕЙ! Я пи... Мне кажется, что эта игра вдохновлялась последней халфой. Вот почему-то у меня вот такое чувство, не знаю почему. Симулирует, симулирует пацаны. На самом деле он... Он не достает его, когда бьет. Это видно. Я телепортировался куда-то, нашел на полу пистолет, и начался боевик, да? Какая странная игра, однако. Я смотрю... Это предшественник хард-ресета, наверное, да. Дедушка хард-ресета, в принципе, по графике. Я не разочарован таким образом событий, и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия. Вы получите тёплые одежды и вкусная пища. Я буду вынужден вас уничтожить. Так, это наши пацаны ведут с кем-то в перестрелку. Причём, здесь, когда компы стреляют, даже видно, что они никого не убивают, блин. Да, поспешила говорить, что это шутан-шутан. Это позиционный, блин, позиционный перестрелочный шутерок. Вдруг там классно подлетел от взрыва. Да-а-а-а, господи. Вот намастырились всякие любители делать игры, ё-моё. Раньше таким... Раньше только три было там. Middle of Honor, Battlefield, ещё что-нибудь там. Колда. Вот, подобные шутеры потом. И всё, больше позиционных-то не было, блин. Были какие-нибудь там... Doom вышел, третье. Ну, там-то правильно, идёшь вперёд, наваливаешь там по инфиллер. А позиционные, они как-то подвымерли немножко и правильно сделали. Потому что, ну, блядь, скучно, охеренно. Задание выполнено, блядь, какое задание? Защищать два помойных бачка? Наебать, входашник нахуй, чтобы ебалом тут не щёлкал. Повтор, повтор, видимо, задание по удерживанию позиции у мусорных бачков, которые, не знаю, как у вас, а у нас такие пластиковые, по-моему. А, нет, которые побольше. Жаль. Разработчик, он не окончательно сошёл к суму. Зелёный, не взрывается почему-то. Хотя написано, что вроде нарисован значок, то ли токсин, то ли огонь. Да, и перепрыгнуть это говно тоже нельзя. Да, вот есть же шутаны, хуё-моё, а. Я, наверное, раньше было время, что не понимал разницу между, ну, что шутер шутеру рознь. Мне казалось, что если вид из глаз и ты стреляешь, это всё одно и то же. Но теперь я просто ощущаю разницу между метро 2033, допустим, и вот такого рода шутерами, где ты идёшь из ниоткуда, в никуда, в тебя стреляют, тебя убивают. Кто ты, что ты, куда ты идёшь, вообще ни хера непонятно. Ну, тем не менее, задание выполнено, ёпта мать. Защищайте позиции повстанцев. Ну да, у помойки. Ваше место у парашек, господа. Помогите повстанцам найти доктора Эйдена Крона. Найдите повстанцев на стройке. И где тут строят-то? Ну вот я куда-то запрыгнул. И сделал это вообще неправильно, походу. Надо пойти, найти повстанцев на стройке, но мне туда не пройти, куда показывают этот индикатор. Пил, блядь, пил, нахуй, из Грана. Хуй ты проселся, если ты, блядь, не воюешь, ублюдок, нахуй, кончили. Сидит просто, не да, против... Вот, отчего сдохли эти два пацана, которых я спас? Тут вообще не стреляли. Тут никого не было, ни одного врага здесь не было. Я понял, они, наверное, здесь посрались и друг друга просто грохнули. А, вот, блин. Можно было, видимо, обойти. А, нет, я здесь появился, и всё. И пизда, и мне не пройти никуда. О, может, это можно? Нет, она не отваливается. Сюда тоже нельзя. Сюда не... Блин, я не понял. Куда? Куда? Вот куда идти? Может, надо робота уничтожить? Так нет задания уничтожить робота. Да и хуй, мне кажется, уничтожишь из этого дерьмового оружия. А, во! Здесь была лестница. Которую просто вообще нахрен... Ни при каких обстоятельствах не было видно. Двери закрыты. Сохранение игры. Надо же, всё-таки, чиппоинт. Злую шутку иногда играют. Здесь, походу, стёкла. Вот когда надо куда-то через окно ворваться, а там остекление. Помните, управление временем необходимо для выживания. Это... Это хороший совет. Это хороший совет. И... Про который я вообще, блядь, услышал впервые, что здесь какое-то управление... Это замедление. Двойка, это пауза. Зачем нужна пауза? Чтобы что-то оценить. И я... Я просрал просто всё, что у меня было. Сейчас, 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 зареспауню. Так вот, я замедлился. И меня всё равно ебашил осколками. Да. Вот, походу. Вот, походу, в чём фишка этой игры. В замедлении. В играх со временем очередных. Типа, а-ля Сингулярити. И три, это время вспять. То есть, здесь я должен, видимо, время вспять. А сам вперёд. Да, прошёл. Это ж сколько раз надо сдохнуть, чтобы понять, перематывать надо было время или что. Если в игре есть перемотка времени, она должна работать после смерти. Понимаете, чтобы я сдох, как бы, и тут же перемотал назад, и продолжил, то есть, этот же момент проходить. Вот тогда этот переход во время будет смотреться гармонично и круто. А вот такой, как он сейчас, это как-то не очень. Зато можно читерно просто уебашивать кучу народу. Что, конечно, добавило этой игре прелести и красок. Он просто увидел, как его, как его друзей убил Человек-молния сейчас, мне кажется. Но, что можно сказать про игры с замедлением? Игры с замедлением, это, конечно, круто, но зачастую неинтересно и скучно, потому что включил замедление, убил босса, блин. Фив-третий нагрешил замедлением, там вот, когда этого убиваешь, как вот там, жандарма главного, просто замедляешь время, всаживаешь ему стрелы в голову. Он в это время ничего не может сделать. И всё, и ты прошёл. Здесь у него так же. Просто бам-бам-бам. Поэтому когда замедление времени заканчивается, ты просто... Блядь, ну как они меня убили? Когда заканчивается замедление времени, ты просто отступаешь назад, ждёшь, когда он зареспаунится, и нападаешь. Вообще-то они кого-то здесь убили, я мог бы его спасти, мне кажется, если бы не был к этому равнодушен. Это обычный повстанец, а не доктор, который мне нужен. Смотрите, как стены классно ломаются. Хрущёвка, наверное. В настоящее время их уничтожение не является необходимым. Однако, ваше бездельствие это тоже вывод от первого... Не, ну, замедление, конечно, этот шутан спасает. Он... Он становится проще некуда, он становится глупый какой-то, но всё равно это... Это прикольно. Просто... Просто рубать... Рубать беспомощных ублюдских врагов. Просто в эту фишку надо было въехать и её надо было найти. Да. Ну, в BloodRayne было замедление. Вот, наверное, единственная игра, в которой мне она понравилась, это BloodRayne, потому что она, когда замедлялась, начинала действительно такую скотобойню, что охереть можно эти трупы, бедные там, разлетались во все стороны. И на драках с боссами это, по-моему, офицеры. Насколько я помню, вот это замедление не очень-то и помогало. Ну, конечно, можно было какую-то часть им снести здоровье, но под конец игры, по-моему, ещё у них много оставалось. Так, здесь бьёт ток, как в халфе, и видно, что пройти по ходу невозможно. А если я нажму двойку и поставлю на паузу, то, пожалуйста, ой, а если я поставлю на паузу и убью всех, чё я время замедляю, я вообще могу на паузу нажать, ну-ка, парочку врагов не дайте. Так, это наша, долбоёба. Пауза. Нет, он не дохнет. он принял урон, а потом сдох. Серьёзно, да, работает? Блядь. Но, при том, что здесь очень классное замедление, время жизни здесь очень мало, иначе было бы совсем просто. Но, я думаю, что жизнями, маленьким количеством жизни это замедление компенсировать не стоило, потому что оно компенсировано запредельной живучестью ваших врагов, которые просто, во-первых, их не видно, где они, во-вторых, они столько очень живучи. Пока к ним в упор с дробовиком не подойдёшь, умирать они вообще не собирают. Ух ты, десантник высадился. Поедите повстанцам, найдите доктора. Плюс замедление быстро заканчивается. Можно, можно убить человека в замедлении, но оно быстро тратится. В смысле, в паузе. В замедлении тратится намного дольше. Блядь, это наш. И даже когда они без шлема прибегают, тянет, без шлема, наверное, сразу должен дохнуть. Так куда идти-то? Помогите повстанцам, как я им помогу-то? Эй, тупые. А, видимо, надо было пройдить и к укреплениям повстанцев. Иногда вот просто непонятно, когда начинается тот момент, когда нужно просто всех убить. Ничего, не нужно никуда идти. Надо было как-то выделить, что ли. Это, чтобы задание горит. Ну и что, мало ли что, ну значит. Да, блядь, какой тут прыжок все-таки, а? Почему он не прыгнул сейчас? Здесь надо сначала прыжок нажимать, потом кнопку вперед. Вот это неплохо, так в дюке было, по-моему. Ну и снова моя любимая. Круто. Игра, конечно, классная. Ну, немножко для детей, потому что я люблю, если шутант, то реалистичный. То есть, как бы, мудро на фейер, все такое прочее, с нормальными пушками, а не вот это космическое. Я поэтому и в Крайзис играть не стал. Мне бы казалось неинтересно, что у меня какой-то суперкостюм, все остальные обычные. То есть, у врагов уже шансов нет с самого начала. Ни на что. А здесь не то, что Крайзис, здесь вообще что-то сверхъестественное происходит. Я думаю, что это и есть какой-нибудь клон Крайзиса. Не знаю, но мне кажется, он вышел до Крайзиса. Либо плохо, либо после, но очень бюджетный вариант. Если да, то это клон Крайзиса, если нет, то Крайзис пиздил здесь идею. Потому что я не верю в такие совпадения. Что и там суперкостюм, и здесь суперкостюм. Там камуфляж, боевой режим, еще какой-то. А здесь тупо время замедлил, ускорил, перемотал что-то. Единственное, что время назад отматывать пока что я не понял зачем. Вот если бы когда ты умирал, включался слоу-мув, и ты мог назад открутить какое-то количество времени, это было бы круто. Я в какой-то игре это видел, но не помню в какой. Но здесь, к сожалению, отмотка назад вообще пока не нужна. и не знаю, что надо делать. Но в игре, сука, есть стационарный пулемет, и это полная радость в штанах. Потому что если есть в игре что-то тупее стационарных пулеметов, то это гонка со стационарным пулеметом. Когда компьютер едет, а ты стреляешь. Но никогда еще не было наоборот, чтобы ты ехал, компьютер стрелял. Но я не помню если бы точно так было. А здесь даже не нужны замедления это все. Если включать замедления, они даже выпрыгнуть успевать не будут. Там наши, наши. Да, за место знатные, конечно. Только не понимаю, что сразу роботы не приходят. То, что роботы ну вы видите, да, какой наносят ущерб робота, они просто разрушают здание. вообще спокойно. Поэтому зачем противник сражается пехотными частями, я не грубаюсь. В общем, это очередной шумный шутер, украшенный сутка украшенный возможностями замедлять и останавливать время и перематывать. То есть для любителей зрелищности и ощущения абсолютного доминирования и нагиба шутан хороший, но для всех остальных это все равно шутан, он и в Африке шутан ничем новым и ничем он не выделяется, кроме вот этого игр со временем очередных и реально классно бьющихся стекол. Вот стекла порадовали. А этот памятник видимо Суворову стоит. Так, ну я думаю, что последняя атака да и хватит с этой игры. Что они, здесь можно увидеть. Но вряд ли здесь есть езда на машинах или на танках, поэтому но практически получилось рашнуть всю эту площадь. На этом думаю и закончим. Так что как обычно что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите и адьо. Альцин я Продолжение следует...